В прошлом видео я рассказал о том, как при помощи фотошопа удалить линии контура с рисунка и превратить рисунок в полноценную картину. Но я не ответил на вопрос, чем же можно заменить линии как края объекта, связанные с рисунком. Но чтобы ответить на этот вопрос, нужно вначале понять, что такое линия. Итак, что же собой представляет линия? Вот простой рисунок линии, смотрите. Это коробка или игральный кубик. Но вот только этот рисунок не особо реалистичен. Если взять в руки куб или игральный шарик, вы не увидите на них черные грани. Эти объекты могли бы выглядеть вот так. Каждая поверхность по-своему освещается светом, и поэтому тон на ней тоже будет свой. На ней будут свои освещенные и затененные области. И то, что мы показываем линией, является просто границей соприкосновения двух поверхностей друг с другом. Но почти всегда у объекта нет бритвенно-острых краев указываемых линий. Этот куб тоже не особо реалистичен, так как его поверхности чересчур идеальные и резкие. Когда графический рисунок преобразовывается в картину, то нужно учитывать подобные переходы. Если одна поверхность меняется другой, то как же это должно выглядеть? Если бы это был кубик, то его углы были бы мягче и закругленнее, и на них было бы тиснение. Я могу обозначить этот эффект мягкой кистью. Итак, вы видите, что живопись не укладывается в возможности одной лишь линии. По мере того, как вы избавляетесь от линий на своем рисунке и начинаете рисовать вместо них переходы от одной поверхности к другой, то вы, по сути, более полно описываете форму. В этом случае это немного изменит силуэт куба, и он будет немного более закругленным. И на микро уровне куб будет более похож на реальный объект. Если проявить немного больше внимания к участкам перехода одной поверхности в другую, вы внесете в рисунок серьезные отличия. И это также объясняет то, что когда вы отключаете слой с контурами над черепами, рисунок оказывается незаконченным. Все дело в том, что черные линии замещают собой переход от одной поверхности в другую. И если их скрыть, то истина выходит наружу. Рисунок не закончен, его грани недоработаны. То, как я нарисую переход, очень многое говорит о форме. Мне не нужны идеально резкие края, так как череп выглядел бы искусственно. В строении нашего тела нет прямых углов, но и слишком мягкие грани мне тоже не нужны. Вот этот участок, в котором два тона переходят друг в друга, описывает форму и имеет для нее очень большое значение. И используя тон, а также тона, переходящие друг в друга, я помогаю зрителю представить объект трехмерным. У вас мог возникнуть вопрос, когда же стоит использовать мягкую тень, а когда резкую? В этом случае у меня есть наглядный материал, и поэтому достаточно лишь внимательно посмотреть на него и передать на своем рисунке нужные грани. Но если вы рисуете из головы или же хотите усвоить основные принципы, то запомните, чем больше отчетлив переход, например, вот тут между серым и белым, тем острее угол. Точно то же самое вы видели и в коробке. Но если переход очень мягкий, как, к примеру, вот тут, то угол очень пологий. Как вы видите, грани вот тут острые. А затем переход становится очень мягким, что позволяет лучше понять форму черепа. Другой основной принцип – это грань силуэта. Там, где череп контактирует с фоном, грань будет мягче. Это особенно важно при работе с мягкими материалами типа кожи. Вам не нужно, чтобы кожа выглядела жесткой и неестественной. В общем и целом, мягкая грань силуэта придает объекту больше жизни. Поэтому внешние грани, контурные, в целом будут мягче, тогда как внутренние грани, например, грани глазницы будут немного резче, так контраст будет заметнее. Итак, я поработал над эскизом и после скрыл все линии. Видно, что рисунок закончен. Там, где переходы были скрыты линиями, я теперь создал плавное смешение тонов друг с другом, и это процесс нелегкий. По мере вашего профессионального роста, ваш навык рисовать переходы от поверхности к другой, также будет расти. И то, как выглядит грань, мягкая она или твердая, рассказывает о форме очень-очень многое. Но процесс обучения не будет быстрым. Я очень надеюсь, что эти уроки показали вам, с чего нужно начать и как использовать фотошоп в вашей работе. Спасибо за внимание.